На сухой сковороде обжариваем 2 столовые ложки муки до золотистого цвета и орехового запаха. Итак, берем любое мясо. У меня свинина 450 грамм. Добавляем сахар и сахар. Готово. Сахар и сахар. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, забрала мушку Ну что же, мы с Софьюшкой вместе помыли посуду Сейчас я поставила отвариваться рис, он мне понадобится для гарнира на ужин И как только я сварю рис, мы пойдем на прогулку и заодно дойдем до отделения почты Меня там ждет посылка С этой посылкой такая вообще интересная история произошла Уже, кстати, не первая посылка, которую я теряю, потому что мне не приходят никакие извещения домой Я не знаю, может быть здесь как-то по-другому У нас дома всегда приносили обычные бумажные извещения Вкладывали в почтовый ящик И ты всегда была в курсе, что у тебя пришла какая-то посылка Если эти посылки были маленькие, да К примеру, какие-то мелкие пакеты с Китая Их вкладывали прямо в почтовый ящик Либо, если это были какие-то международные посылки Либо достаточно крупные То обычно звонили по телефону Говорили, что на почте вас ожидает посылка или там пакет Здесь у меня почему-то какая-то прям настоящая проблема с тем, чтобы получить какую-то посылку В прошлый раз я потеряла посылку от одной из моих подписчиц Просто потому, что она в итоге оказалось, что она две недели, по-моему, пролежала в отделении почты И они ни разу не позвонили Они не прислали никакого извещения И слава богу, что мы ее вовремя нашли вместе с тем, кто отправлял по патрек-коду Иначе бы, если она там определенное время пролежит, ее отправляют обратно отправителю И в этот раз снова такая же ерунда Изначально я договаривалась с одной из своих подписчиц Ее зовут Ольга, она живет в Германии Что она отправит мне посылку Но так как, насколько я помню, там возникли какие-то сложности с написанием адреса И посылки не было достаточно долго Потом я получила посылку от Натали, которая тоже живет в Германии Причем, что я знаю, что она отправила ее гораздо позже От Натали я посылку получила и решила, что раз от Ольги до сих пор посылки нет Скорее всего, что что-то пошло не так, и она ее просто не стала отправлять В итоге написала я, ну, на всякий случай написала Ольге, что посылку я до сих пор не получила Потому что, думаю, вдруг человек ее отправил И думает, что я до сих пор не дала знать о том, что получила ее Ну, в общем, я написала Ольге, что посылку я не получила, что, может быть, есть у нее трек-код в наличии, чтобы попробовать ее отследить. В итоге она нашла у себя трек-код, все сама отследила и выяснила, что посылка лежит в моем отделении почты на соседней практически улице. Я опять же в очередной раз не получила никакого оповещения, ни смс-сообщения, ни звонка, ни извещения в почтовый ящик. В общем, как-то странно здесь, да-да-да, в общем, как-то очень странно здесь работает почта, очень странно выдаются посылки. Вот посылок я получала, в принципе, за все проживание здесь не столько много, может быть, 5 или 6, и вот с двумя уже вот такая ерунда произошла. Поэтому я даже не знаю, я в курсе, что у меня должны еще идти как минимум 2 посылки, и как мне теперь быть уверенной, что они до меня дойдут, что я вообще вовремя узнаю, что они пришли, и я даже не имею представления. В прошлый раз, кстати, у сотрудников почты спрашивала, отправляют ли они извещения в почтовые ящики, когда приходят посылки, они сказали, что да. Я говорю, знаете, у меня не было извещения, они сказали, не может такого быть. В общем, спорить я с ними не стала, вот это уже второй случай, поэтому, не знаю, может быть, они мне звонили, я не брала трубку, скорее всего, чтобы было именно так, потому что я в основном не отвечаю на звонки с неизвестных номеров, просто потому что не люблю общаться с незнакомыми людьми. Плюс, всячески, у меня довольно старая симка, очень старый номер, и очень много поступает ненужных звонков с различных банков, со всякими предложениями, акциями, в общем. Поэтому я уже давно перестала отвечать на различные звонки с неизвестных номеров, поэтому, может быть, да, может быть, они звонили мне, но я просто не взяла трубку. Но почему тогда не прислали именно бумажное извещение, не вложили в почтовый ящик, это мне непонятно. В общем, ладно, я довариваю рис, мы одеваемся и идем в наше отделение почты, забирать посылочку. И еще нам нужно зайти в канцелярский магазин для того, чтобы купить тетрадку, чтобы нам сделали медицинскую карту. Так как Софье в месяц нужно будет проходить комиссию, а у нас даже до сих пор медицинской карточки на руках нет, потому что нам сказали обязательно купить тетрадь. Девочки, ну короче, это капец. Мне, видимо, не судьба получить эту посылку, пришли мы специально на почту, смотрю, дверь открыта, на улице-то холодно, думаю, почему у них дверь открыта. У них, оказывается, нет света, я говорю, давайте как-то посмотрим, может, без света. Она говорит, должно быть извещение. Я говорю, ну у меня есть номер. Она говорит, мы по номеру не можем без света, то есть компьютеры-то не работают. Я говорю, ну посылка, то есть я не думаю, у нас тут все-таки село, я не думаю, что у нас здесь прям столько много международных посылок проходит через наше отделение почты. Я говорю, вы посмотрите, у меня международная посылка из Германии. Она, ой, ну ладно, да, пойду посмотрю, у нас их немного. В общем, все там перерыло, говорит, что на мою фамилию ничего нет. Хотя я точно знаю, точно уверена, что есть, должна быть, потому что в прошлый раз я сбирала посылку тоже, которая была от Натали из Германии. Они тоже мне ее полчаса найти не могли и сегодня не нашли вообще, поэтому придется завтра снова идти, чтобы у них было электричество, чтобы они могли по компьютеру проверить. Хотя я говорю, у нас здесь отделение почты не такое большое, там, не знаю, может 100 посылок на все село и не найти посылку, ну я как-то не знаю. Раньше же как-то без компьютеров находили, какая кому посылка. Почему сейчас в этом какая-то проблема, я не понимаю. На улице, кстати, сегодня оказалось достаточно холодно и я, честно сказать, была к этому совершенно не готова, потому что, ну, мы не так много гуляем. То есть, вот, ну, Софье мы последние несколько дней всего выходим гулять буквально там по полчаса. До этого я достаточно долго пролежала в больнице, вообще гулять не ходила. То есть, я, в общем-то, и для меня, то есть, проблематично даже сориентироваться, какая сейчас температура, что нужно одеть. И мы сегодня на улицу вышли, на улице прям холодина такая, вроде и солнышко светит, вроде бы так хорошо окажется из окна. Но такой сильный ветер холодный, это беда, она у нас здесь местная, это сильные холодные ветра. Хотя мне вообще педиатр сказал, чтобы я Софью не выводила гулять в сильный ветер, но так как у нас теперь до следующей весны постоянно будет сильный ветродой всю зиму, но мы же не можем все время сидеть дома, тем более, что температура-то, в общем-то, не очень низкая. Но будем в следующий раз одеваться потеплее. Софья вроде бы у меня не замерзла, вот я, конечно, в кожаной куртке прям так озябла хорошо. Поэтому будем уже одеваться потеплее. Мне в этот раз врач сказал, обязательно беречь грудь, чтобы, не дай бог, ее не продуло. И я, честно сказать, первый раз вообще об этом слышу. Я просто очень недолго кормила грудью Арсения, поэтому, может быть, с этим не сталкивалась. И я просто не знала, что, оказывается, грудь можно простудить. И что тогда, молока не будет или что? Я что-то даже как-то не знаю. Ну, в общем, стараюсь теперь как-то потеплее одеться. Хотя, в общем-то, я такой человек достаточно... Ну, не люблю я очень тепло одеваться, как капусты навздевываться. Сейчас, сейчас, сейчас иду. Я, в общем-то, всегда одеваюсь достаточно легко, даже зимой. Ну, вот здесь зима достаточно холодная. Поэтому я даже здесь зимой как-то одеваюсь теплее, чем одевалась дома у нас в Пермском крае. То есть я дома зимой даже шапки не носила. Здесь мне пришлось даже шапку купить, потому что именно при высокой влажности, сильный ветер... Да, сейчас я иду. Получается, еще более холодно, чем у нас в минус 30 в Пермском крае. Кстати, к слову, тем, кто писал, что карусельку я повесила абсолютно зазря. Дети до месяца вообще не наблюдают, ничего не смотрят, ни зачем. Полная эта ерунда. Вот нам на данный момент две недельки. Мы прекрасно лежим, наблюдаем за игрушечками. Все нормально. Пока недолго, но минуточек 5-10 она лежит, смотрит. И нашли в этот раз Сенькины видео старое, где ему тоже месяца еще нет. Он тоже уже за каруселькой за этой наблюдал. Поэтому те, кто пишут, что раньше месяца нет смысла весить, я с вами категорически не согласна. Кстати, вспомнила, хотела пожаловаться в этот раз вам на салфетки. Сенька, когда был маленьким, мы всегда пользовались влажными салфетками. У нас в квартире очень долго протекала горячая вода. И подмывать ребенка под краном было практически невозможно. Поэтому мы всегда вытирали ему попку влажными салфетками. Покупали либо Johnson's Baby, либо Pampers. В этот раз я в роддом покупала салфетки какой-то новой фирмы в детском мире. Затем зашла в магнит косметики и купила вот такие вот салфетки. У них была достаточно привлекательная цена. Поэтому я решила взять их. Думаю, ну салфетки и салфетки вроде для детей, какая бы разница. В итоге за неделю их использования у нас были ужасные покраснения на попке. Я сначала думала, что это из-за нестабильного стула. Но потом все-таки сделала вывод, что это из-за вот этих вот салфеток. И пошла снова в магнит косметик, купила Johnson's Baby салфетки. Ну, выбирала между Pampers и Johnson's Baby. И решила все-таки остановиться на них. Так вот, есть один момент, который меня в них очень смущает. У меня возникают сомнения, не контрафактная ли это продукция. Потому что, вот смотрите, здесь четко указано, что в этих салфетках 0% содержания спирта, парабенов и мыла. Когда я вчера открыла эту упаковку и достала оттуда одну салфетку. Вот, девочки, честно, запах стоит такой, как будто бы салфетки насквозь пропитали либо спиртом с какими-то дешевыми духами, либо тройным одеколоном, я не знаю, в общем, вонь стоит неисусветная. Вот ее даже вот на расстоянии вытянутой руки я ее держу, я чувствую, как она воняет. Я ни за что в жизни не поверю, что здесь нет спирта. И даже сам по себе запах, я не знаю, как можно говорить о том, что салфетки гипоаллергенные. То есть, Johnson's Baby выпускают продукцию, которая позиционирует себя как безопасная для детей, как гипоаллергенная продукция. Если стоит такой запах, о какой всей гипоаллергенности может идти речь. Да, сейчас многие скажут, что зачем вообще пользоваться влажными салфетками в домашних условиях. Можно всегда подмыть ребенка под раковиной. Да, изначально я так и думала, что на дом мы будем использовать обычную проточную воду для того, чтобы подмывать Софьюшку. Но в итоге, как выяснилось, что когда мы делали ремонт, мы же не предполагали, что у нас под пополнение в семье. То есть, у нас очень многие вещи не предназначены для использования с маленькими детьми. Как оказалось, у нас очень неудобная раковина для того, чтобы подмывать в ней ребенка. Поэтому я использовала сначала влажные салфетки. Но так как обожглась уже на двух вариантах, осталось уже только попробовать купить памперс. Может быть, они еще не испортились. Кстати, да, когда я брала такие салфетки для Арсения, у нас... Я не помню, что под них был такой ужасный запах. Поэтому на те случаи, когда я не использую обычную проточную воду, то есть, например, ночью я ребенка в ванну не таскаю, ну и когда прям не такие большие дела наделаны в памперсе, я тоже в ванну не таскаю. Я использую обычные ватные диски. Вот они у меня здесь хранятся. Беру ватный диск. Вот здесь у меня стоит водичка с кипяченой водой. Просто ватный диск промачиваю в воде и чистой водичкой уже попку промываю. Это мне кажется гораздо удобнее. И буквально сразу же, кстати, вот после тех стремных салфеток, буквально там за 2-3 дня у нас попка пришла в нормальное состояние. Прошли всякие вот эти вот прыщики и опрелости. Даже учитывая то, что это вода, нанесенная на ватный диск, а не струя воды. Поэтому теперь использую только вот водичку кипяченую. Субтитры создавал DimaTorzok